Сегодня у нас август месяц, я вот на линии готовлюсь ставить садки толстолобика под этого подмалька. Вот нам мешает рязка. Пока линия не использовалась, заросло все, здесь тепло, питательных все свои хватает в воде, она бурно разрослась у нас. В общем вот садки ставить практически невозможно, потому что они не тонут из этой рязки. Садки ячейка 4 миллиметра, поэтому они легкие, даже груза их не топит. Получается вот такая вот картина, что секция используется не на полностью, да и потом будет обрастать, оно нам не надо. Вот кстати еще недосортированные толстолобики от лягушат. Нам сейчас все сортировать надо, но это ладно, это другое видео. В общем вот рязка эта разрослась. Вроде рязка, я что-то не помню уже на гидроботанику, но насколько я помню, это рязка. Вот она у нас разрослась, выкидывать ее смысла нету, да и жалко. И она полетит по всему уровню. День все равно в садках остановится, поэтому сейчас я ее пособираю. Я его тоже частично собрал. Вот уже частично собрал, вот у них корневая система, все как большая, прям растет. Будем кормить ремонт и производителя амура в садках, потому что многие спрашивают, что и как, как кормят амура. У него печень очень сильно страдает. Не знаю, может быть как-то там и страдает, но эти продукционные корма, карповые и вот растительность и все нормально. Продолжение следует... Ну вот как-то так. Почистили все, теперь попробуем. Попробуем, собственно, еще кое-что хочу сделать, дать мыльку амура эту рязку попробовать, потому что, если он ее не ест, один товарищ говорит, ест, надо проверить. В общем, вот получилось столько добра. Чем его выкидывать, мы лучше его скормим. Это вот получается с трех секций я буду чистить. Тут чуть-чуть было, основные вот заросшие. Целая ванна. Вот, еще дальше буду чистить, покормим, дальше поглядим, что из этого выйдет. Ну, еще в пару садков брось на всякий, проверим, что будет из этого. Ест он, не ест. Если ест, то будем кормить. Ну, все, сейчас на амурах поедем. Дальше. Получится так. Все, вывален. Геройски. Теперь давай эту. Мадаму. На следующий, ага. Все. А это все сюда. Добро. Есть. Вот и все. Вот и все кормления. Все, это я потом заберу. Ну, вот прошло два дня. Был зеленый ковер у амуров. Вот, в принципе, это не другие садки. Это все то же самое. Вот и все. Все подъели. Всю рязку они съели. Пожалуйста. Ну, естественно, что для амура нормальная пища. Просто этим мы, в принципе, и пользуемся. У нас раньше в садках с осетровыми также рязка росла. Садки обрастали колониями микроводорослей. Поэтому все это ухудшает водообмен. Ну, и вот с того года мы стали по всем садкам полностью. Во всех садках у нас сидит по паре амуров. И они держат садки в чистоте в порядке. Что летом, что, в принципе, весной и осенью. Зимой, естественно, что они толком не питаются. Ну, и колонии не так растут. А так вот помогают нам на всех линиях. Садки не надо мыть в летний период. Будут не бояться, что будут какие-то заморы. Вот такая вот красота. Вот такой помощник у нас есть. Ну, естественно, что мы кормили не только растительностью, но и комбикормами. Только что-то, видимо, еще не развезли. И наглядно я навряд ли покажу, потому что эти товарищи все съели. Сейчас, может, у карпов осталось. Я покажу. Нет, ни у кого ничего не осталось. Утро все все съели. Нет. Корм не покажу. Ну, вот. Корм, в принципе, вот он. Сейчас покажу, чем мы кормим мамушечка. Линкорм. Вот такой вот комбикорм. Комбикорм. Ну, кукла. Ну, что ты. Что ты не как звезда ютуба. Ну, ну, морда рыжая. Вот таким кормом. Кормим их. Ну, это так. Остатки в основном-то карповые идет. Шестерка, восьмерка им. Карпис 301 или 302, я сейчас не помню. Там 38. 12, по-моему, он. Пойдем посмотрим. Малек. Съел, не съел. Рязку. Ну, вот малек. Амура до 2 грамм. Все, что бросали, все в садках и осталось. Может быть, покрупнее. Он будет там, грамм 5 хотя бы есть. Ну, вот до 2 грамм. Все. Все, что бросали, все на месте полностью. Так что не знаю, как он там ест, говорят. Наш, видимо, борзый не ест. Не знаю. Потом попробуем брошь вот там грамм 5, когда он будет 10. Ну, там-то-то может и будет щипать с голоду. А при нашем кормлении, видимо, для него это не актуально. Есть эту рязку, когда есть полнорационные корма. Ну, ладно. Вот. Корм. Сейчас уже начал показывать. Для Амура. Так. Такое. Правда, это самячий. Самячий. Ну, мы то осетровым, то самячим кормим. Там, в принципе, ему немного надо. Но он плюс-минус. Вот он. Этот 40-10. Вот таким кормом кормим. Ну, на производителей нет смысла экономить. Поэтому кормим таким. Ну, и растительность, как я и показывал. Тут надо-то пару килограмм корма. Так же кормушка стоит. И все. Корм в кормушку. Вот и все кормление Амура в садках. То-кормушка стоит. Так. Так. Так.